Здравствуйте! Это программа «Люди нашего города». И сегодня в праздничном выпуске пойдет речь о ветеранах. В орбите осталось в живых 11 участников Великой Отечественной войны и 9 приравненных к ним. Всего 20 ирбичан, которые имеют высокое звание ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Герой этой программы – труженик тыла, награжденный медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне – Владимир Береснев. Известие о войне Владимир Васильевич Береснев встретил в деревне Молоково из Зайковского района. Тогда ему было почти 17 лет. И вот мы с ребятами занимались этими пудовыми гирями. Идет одна женщина, а они играют, а там война идет. А время было 12 часов дня, 22 июня, воскресенье. Радио-то нет, а телефон не говорит, радио-то нет. А уж потом к вечеру мы узнали, что началась Отечественная война. Все прикишли и пошли в мобилизацию. Владимир Береснев в годы войны работал в Серове на Мартене, на так называемой канаве. Варили сталь для снарядов и мин. Что такое канава? Сталь разливные канавы строились для того, чтобы поставить изложницы для приема стали. Каждая изложница принимала 3,9 тонна. В канаве стояло 30-32 изложницы. В сутки мы давали 900 тонн металла, чтобы скорее Гитлера побить. Это в сутки. А в месяц 27 тысяч тонн стали. Для того, чтобы... А наша сталь была марта, как качественная. Работа в тяжелейших условиях при температуре 1200 градусов. Настоящее пекло. Труженики, не жалея, себя выдавали по 900 тонн стали в сутки. Все для победы. Но молодому Владимиру Бересневу этого показалось мало. И он решил пойти на фронт. После обращения в военкомат Владимир Береснев попал в Черкасское военно-пехотное училище. Там готовили общевойсковых командиров. Обучение офицера было почти закончено, когда судьба Владимира Васильевича сделала резкий поворот. И вот мы, будучи на стрельбище, стреливали батальонный миномет 82-мм. Мина 4,5 килограмма. Ну и вот со мной сердечный приступ. И у меня в гости. И вся служба закончилась. Владимиру Бересневу 95 лет исполняется в этом году. Он помнит до мелочей, как давалась победа. С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла остается все меньше среди нас. История подвига советского народа уходит вместе с ними. На интернет-сайте «Подвиг народа» каждый из нас может набрать в поисковике фамилию, имя и отчество участника Великой Отечественной и узнать все о его вкладе в Великую Победу 1945 года. На сайте выложены документы с полным описанием фронтового подвига, за который присвоена награда. Чтобы помнили. Это была программа «Люди нашего города» и я, Лариса Воложанина. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин